Первое золотое кольцо Василий Кокуркин купил своей жене Марине только спустя четверть века после свадьбы. В 1948 году, когда супруги поженились, не было традиции обмениваться кольцами. Да и сама свадьба в поселке Советская Гавань была скромной. Шли мимо ЗАГСа и расписались. И даже какое-то время скрывали это от родителей. Но зато пророческой стала случайная фраза, которую обронил сосед. 2 мая на праздновании за общим столом посидели, познакомились. Сосед сказал, ну, говорит, Василий Дмитриевич, знакомы ли вас на всю жизнь? Сказал, вроде бы и шутя, может быть серьезно. А на самом деле так и получилось. Вот уже 70 лет супруги идут по жизни рука об руку. Когда поженились, Марине было 18, Василию – 21. В Советскую Гавань младший лейтенант Кокуркин попал по службе. Марину Нестеренко он заприметил сразу. Квартировал в доме, где жила будущая супруга. Это любовь. Это настоящая любовь. Потому что мы, во-первых, не разлучаемся никогда и нигде. Если едем куда-то отдыхать вместе, если мы где-то... Дяд заболел, или он заболел. Или он лежит в больнице, я лежу в больнице. Друг друга навещаем. И вообще, друг без друга не можем. Марину Ивановну не испугала судьба жены военного. Постоянные переезды, новые гарнизоны. За 15 лет их поменялось целых пять. Порой молодой супруге только приходилось мечтать о бытовом комфорте и удобствах. В гарнизонных условиях родились сыновья – Василий и Владимир. Легко собирались. В гарнизонах квартиру скромнее выдавали и обходились. А когда уже стали дети подрастать, там школа, практически жена не смогла в строительстве где-то постоянно работать. В гарнизонах такой возможности не было. Занималась с детьми. У Марины и Василия Кокуркиных трое внуков и один правнук. Семидесятилетие совместной жизни супруги решили пышно не праздновать. Но, несмотря на преклонный возраст, у Читы Кокуркиных впереди много планов. Восьмой канал поздравляет Марину Ивановну и Василия Дмитриевича с благодатной свадьбой. Жить дальше, любить друг друга и не забывать никого, ни родных, ни родственников. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.